Обгон считается самым опасным видом маневра на загородных дорогах. И по статистике, большинство лобовых столкновений совершаются как раз на таких двухполосных трассах, как эта. Но число трагедий, где чаще всего гибнут люди, можно было значительно сократить, ведь у них одна причина – нарушение правил обгона. За 2022 год на территории Брестской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие по причине нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения, в которых 15 человек погибли и 34 получили травмы различной степени тяжести. Для проведения профилактической акции сотрудниками ГАИ была выбрана двухполосная загородная дорога Р-94 по направлению в городскому поселку Домачево. Чтобы напомнить водителям о правилах безопасного обгона и условиях, при которых совершать его категорически нельзя, сотрудники госавтоинспекции побеседовали с водителями и вручили им информационные листовки. Каждый водитель перед выполнением маневра обгона, либо выезда на полосу встречного движения, прежде всего должен несколько раз убедиться в его безопасности. Убедиться в отсутствии приближающихся автомобилей, которые едут во встречном направлении. Убедиться в том, что все-таки этот маневр будет безопасным. Ну и выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал, конечно же. А также контролировать свою скорость, чтобы в случае чего не произошел занос автомобиля. Особое внимание необходимо уделять в нестабильных погодных условиях, когда дорожное покрытие, оно бывает или гололедится на дорожном покрытии, верно, или мокрый асфальт. В ходе проведения мероприятия водители подтвердили, что и сами не раз были свидетелями нарушений правил обгона. Не то, что постоянно, но встречается, особенно, когда водители пренебрегают местом обгона. На поворотах, на перепадах высот, когда есть даже сплошная линия, которую нельзя пресекать. Часто такое случается. Случается, к сожалению, у нас вокруг Бреста достаточно дорог, где место обгона запрещено, но не всегда это соблюдается. К счастью, каждый из водителей понимает, что маневр не по правилам рано или поздно приведет к плачевным последствиям. Поэтому они не нарушают правила дорожного движения и другим не советуют. Конечно, это очень важно смотреть, если нет машины, следить за безопасностью своей и окружающих людей. Я посоветую водителям, прежде чем принимать такие маневры, убедиться в безопасности его проведения. Очень важно. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям за рулем тщательно оценивать дорожную обстановку, выбирать оптимальную скорость движения и дистанцию, быть максимально внимательными и осторожными, особенно в темное время суток, в случае плохой видимости на дороге, а также при недостаточно качественном дорожном покрытии. А золотым правилом для каждого водителя должно стать выражение «Не уверен, не обгоняй». Продолжение следует...